Сегодня в России отмечается государственный праздник День семьи, любви и верности. Традиционно в этот день во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия. Не остался в стороне и Ненецкий округ. Слово Ирины Никешиной. Всероссийский праздник День семьи, любви и верности тесно связан с историей, жизнеописанием святых благоверных Петра и Феврония. Эта супружеская чета жила в Муроме Владимирской области в XII-XIII веках. В 2002 году городская и сельская молодёжь Мурома выступила с предложением возродить историческую традицию празднования Дня Петра и Февронии. Не только на родине святых, но и во всех уголках России. Так в 2008 году появился День семьи, любви и верности. У каждой отдельной ячейки общества свои традиции и обычаи, связанные с этим праздником. Но всё же большинство норинмарцев предпочитает этот день проводить в кругу родных и близких. А вы отмечаете День семьи, любви и верности? Отмечаем. А как обычно проводите его? Очень хорошо и красиво. Дома в кругу? Да. Мы отметим, когда муж будет дома вечером. То есть для вас он какой-то особенный? Ну, семейный праздник. Вместе проводим день. Или, ну пока что сейчас мама на работе. Так что потом вечером мы соберёмся вместе и будем смотреть фильмы, кушать вкусное что-нибудь. То есть такой для вас семейный праздник? Да. А хотели бы свадьбу в этот день? Ну, не знаю. Православная церковь отмечает 8 июля как День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Они считаются покровителями семейного благополучия, искренней любви и взаимного уважения. В этот день возле памятника святым супругам верующие горожане вместе с духовенством совершают молебен. В 2016 году в поселке Искателей был установлен памятник святым благоверным Петру и Февронии. В руках супружеская пара держит голубей. Это символ семейного очага и любви и верности. Но немногие знают, что за святыми стоит прячется зайчик. По легенде считается, что он жил в семье Петра и Февронии. А если загадать желание потереть его ушки, то оно обязательно сбудется. 8 июля – одна из популярных дат для организации проведения свадьбы. Считается, что брак, зарегистрированный в этот день, непременно принесет молодоженам семейное долголетие и взаимопонимание. Из-за того, что в этом году праздник выпал на понедельник, в окружной столице не было заключено ни одного брака. Впрочем, в больших городах отделу ЗАГС сделали ради такого случая исключение. И даже объявили 8 июля днем без разводов. Всем парам, которые заходили подать заявление о расторжении брака, сотрудники ЗАГСа предлагали примириться.